приветствую друзья связи с выходом космического дополнения в игре что он вас у нас просто прекрасно возможно строить орбитальные станции где-нибудь там в космосе а также космические станции прямо на луне и теперь он спрос новая задача построить шлюз чтобы сохранить драгоценный воздух внутри помещения так вот сегодня мы как раз таки с этим и займемся я вам покажу как построить маленький удобный шлюз на космической станции итак давайте приступать к постройке нам потребуется две комнаты одна комната это как раз будет шлюзовая камера и 2 комната это нас жилое помещение то это соответственно все пока что воображаем а потом отправимся на луну и будем все это тестировать теперь потребуется нам дверь поставим сюда sliding doors причем потребуется еще на дверь но давайте челом просто пока что сделаем комнату чечку небольшую зато кстати небольшую чтобы у нас быстрее воздух это откачивался откачивался закачивался закачиваться он будет гораздо быстрее уж поверьте мне если предложим у нас воздух под давлением в баллонах и то же самое мы копируем дверь и вставляем ее в эту часть предположим это у нас будет будет шлюзовая комната а это у нас будет воображаемая комната жил жилая комната сейчас давайте все накроем тут была крыша можно даже воображаемую красоту сделать якобы небольшие скосы и так вот у нас вход в наше жилое помещение здесь мы поставим кнопочки кнопочки именно toggle button двухсторонние то есть ставим одну здесь и одну это вход в жилое помещение здесь так и забываем язык и потому что тут у нас будет драгоценный воздух так получается пока что некрасиво но нам или двери лучше развернуть и либо как-то можно сделать вот так вот да вот тем самым перекроем кнопочку ну ладно чему тебя с этим придумал это сейчас пока что не особо важное главное сейчас показать как принципе строится все это безобразие также нам потребуется еще танк танк с воздухом выбираем здесь воздух ставим уровень где-то 10 процентов чтобы у нас было куда откачать лишний кислород то есть воздух в этот танк танк резервуар который также я думал сопоставить импеллер у нас импеллер немножко посложнее там мы надо моторчики питания короче давайте будем использовать сегодня обычные насосы поставим два насоса один будет у нас на закачку служить а другой на откачку предположим это у нас на что у нас вам пофиг вообще давайте зеркан отразим вот и вот тут у нас пойдут две трубы это получается если тут у нас выход это у нас пойдет на закачку это мы сейчас поймем трубу прямо в шлюз а это раз у нас тут in вход это у нас будет откачка шлюзовой комнаты и это у нас а вот получается отсюда мы будем подавать воздух шлюзовую комнату давать сейчас направим как-нибудь трубу повернем ее как следует и на правую сторону шлюзовой комнатки шлюзовой комнаты мы сделаем два отверстия здесь и здесь тут мы ставим порты 1 сюда другу сюда и подключим вот эти вот трубы трубы мы подключили теперь собственно можно заниматься логикой но перед тем как заняться логикой друзья давайте все таки приведем все это дело в порядок и мне не очень нравится вот этот внешний вид сейчас я все это дело немножко перестрою и тогда мы с вами продолжим и так ну чтож теперь думаю намного лучше сейчас все выглядит то есть смотрите все то же самое мне осталось я немножко уменьшил шлюзовую комнату потому что ну опять таки чем меньше тут объем тем быстрее нас будут закачивать и откачивать насосы воткнул со диспетчки на об этом чуть попозже канал спонси будет рабочие воткнул сюда еще освещение потому что на луне темно вот и вот плеер сенсор и который будет отвечать за включение вот этого света что в этой комнате что в этой то есть как мы активируем от этого освещения то есть plan c player сенсором и тянем на лампочку одну и предположим другом помещении с player сенсора на другие лампочки соответственно мы настраиваем по себя сколько мы хотим то есть на какой радиус он будет действовать этот датчик вот и в принципе что все то же самое те же трубы подвел к шлюзовой комнате вот они у меня порты эти все подведено также два помещения одно жилое другой шлюз и тут у нас получается то же самое бочка только единственно что давайте также сделанных 10 процентов где там объем вот и по насосам взять передавайте запомнил что за какой за что как у насос отвечает вот нас пошла труба туда то есть получается вот это у нас in то есть мы сюда закачиваем воздух получается закачиваем из шлюза то есть получается это нас откачка а это у нас а вот отсюда мы наоборот воздух кидаем и передаем на шлюз то есть это нас закачка в шлюз вот запомнили теперь можно приступать к логике как всегда я сейчас добавлю свой любимый empty чип логически и давайте пока что поставим сюда потом соответственно к нам и спрячем естественно чип у нас будет не такой маленький а гораздо побольше и давай час подумаем что мы туда будем впихивать так добавим сюда во первых давайте увеличим где-то три на три сделаем я думаю этого будет достаточно все пока что давайте сохраним так и так что нам понадобится нам понадобится я тут уже влепил но вам не показал здесь нам потребуется барометры которые будут показывать давление выбираем барометр вставляем один снаружи другой внутри шлюза и третий внутри жилого помещения кстати тут я еще не установил ну давайте куда-нибудь куда-нибудь ну куда-нибудь блин да куда ж тебя сука воткнуть давайте сюда воткнем вот и в шлюзовой а и в жилом помещении тоже обязательно это сделаем кнопочки все тоже самое тогл двухсторонняя что с на одной двери что на другой то есть все как бы осталось как есть принципе все два насоса две кнопочки две двери три датчика барометра и так все это дело мы сейчас должны добавить чип соответственно сейчас напишем страшный чип по-любому тут будет паутина я уже даже представляю как это будет страшно паутина но потом все это дело мы как всегда перепишем на луа и так давайте добавлять два логических сигнала давайте передвинем это сюда это получается у нас пойдут кнопки давайте назовем будто давайте это у нас будет кнопочка которая отвечает за внешнюю атмосферу то есть будто next это у нас сейчас вам покажу чтобы не путаться значит будто next это вот эта кнопочка и будто внутри это будет вот эта вот кнопочка бутон x и бутон in добавляем два сигнала это на насосы этому же будем отправлять насосы просто-напросто назовем pump in то есть закачка и pump out это откачка добавим еще два сигнала которые будем отправлять это на двери тоже принципе можно обозвать дур x это внешняя дверь и ду in это внутренняя дверь и добавим раз два три как раз увидите у нас 6 на 6 вышло твой 3 на 3 3 сигнала это у нас будет уже номер выбираем номер соответственно этому получать это получается у нас будет прессору x то есть внешнее давление здесь у нас будет прессор блок то есть давление в шлюзе здесь у нас будет будем считывать давление в комнате жилом помещении все давайте всю эту гадость теперь оставлять правильно хотя в принципе как тут правильно сейчас со мной там и тут все будем передавать раз то 500 двери суда насосы суда насосы суда кнопочка на дверях сюда и вот тут друзья начинается самое страшное что же приготовьтесь к страшным мучениям шучу никаких мучений тут нет на самом деле очень схема простая элементарная просто немножко замудрена ну то есть как я понимаю я так принципе сейчас ем и расскажу значит смотрите давайте добавим несколько констант 1 2 и в эти константы будем вводить пороги давления то есть давление у нас в атмосферах получается нижний порог это 0 верхняя единичка но чтобы мы не откачивали до конца до 0 потому что смотрите когда мы будем предложим откачивать воздух насосами у нас сначала давление будет быстро падать а потом уже когда будет к нулю приближаться у рост этот очень очень будет замедлен поэтому давайте поставим нижний порог это не 0 а 0 0 5 а верхний порог поставим не единичка а 0 95 вот оставим эти константы теперь смотрите что мы делаем мы внешнее давление где тут прессор x вот с это с плюсовым суд этой константой нам нужно получить 2 2 переменных x и y ну сейчас попозже я об этом расскажу значит получаемся с переменную x смотрите мы складываем внешнее давление которое на ус на улице в космосе короче на планете неважно и вот эту константу 0 0 5 теперь вот это число которым получаем с плюсовали мы должны поделить на давление в шлюзе вот пресса и лог девайд добавляем девайд это число которым получили мы делим на давление в шлюзовой камере и что у нас получается когда у нас давление шлюзовой камере будет падать вот этот коэффициент на выходе будет расти это у нас будет x потом потом мы этот из бы много куда применять чтобы здесь активировать соответственно насосы и открытие закрытие дверей помимо x у нас также будет y ну давайте сейчас покажет разберемся сексом это у нас на работу шлюза первоначальную и еще друзья у нас когда-то опустится давление до 0 и соответственно 0 делить нельзя вот прессор и лог до 0 дойдет давление и соответственно у нас полет ошибка то есть мы вот этот эту ошибку то есть смотрите если у нас делится на 0 то тут нас вводится true мы это сейчас тоже будем считывать то есть давайте сейчас сразу же сразу же это и сделаем нам x фишбокс подключаем сюда смотри у нас и не сюда делится до 0 до поэтому пока не делится то есть мы будем считывать отсюда как и есть то есть нормальном случае то есть пока не откачали полностью воздух ну если когда у нас делится на 0 тот этот x у нас должен быть равен примерно единички позже я объясню почему вставляем здесь единичку константе все x у нас готов теперь давайте поподробнее пробежимся что нам сделать дальше первым делом нужно включить насос на откачку откачка то есть откачать воздух шлюзе смотрите когда произойдет произойдет у нас откачка то есть давление получается у нас будет падать но коэффициент x расти но и смотрите что мы делаем даче предположим мы нажали кнопочку шлюза и у нас должны должен весь этот воздух сейчас первым делом это откачаться потом откроется внешняя дверь смотрите что получается в данный момент у нас там сейчас находится кислород подавлю и воздух под давлением от атмосфера первое дело мышь плюсовое внешнее давление плюс вот этот коэффициент получается 0 5 делим это 0 на 5 на давление которое находится шлюзе это единичка получаем до 0 5 то есть если у нас теперь должны сравнить если у нас вот это значение x меньше вот это коэффициента верхнего порога то есть одна атмосфера только с порогом 0 95 также если нажата внешняя кнопка где у нас внешняя кнопка boot x вот она это уличная кнопка и также если не нажата кнопка внутренняя которая внутри находится шлюза у нас то есть тут нам потребуется not not end если не нажата то в таком случае на включается насос на откачку воздуха в данный момент у нас что получается давление в шлюзе единичка внешнее давление 0 то есть если мы нажимаем кнопку внешнюю шлюзовую также если у нас не нажата внутренняя кнопка и если у нас выполняется вот это условие то есть у нас давление шлюзе единичка то у нас включается насосы на откачку и смотрите как я уже говорил коэффициент x у нас будет увеличиваться при снижении давления и как только он дойдет до грубо говоря 0 либо 0 0 5 то есть нас ответьте получается если 0 у нас будет единичка условия у нас вот это вот не выполнится и соответственно насосом с перестанут качать то есть когда давление после полностью шлюзе опустится до нуля насоса нас отключится также будете учитываться и вот эти вот условия чтобы у нас было нажата внешняя кнопка и нажата внутренняя кнопка но потом на практике всем покажу теперь когда у нас насос все откачал весь воздух можно собственно открыть двери проверяем что вот этот x если у нас больше 95 аналсон ранен единички то тогда также проверяем если нажата кнопка внешняя то есть нам снова потребуется and если нажата кнопочка внешней двери это условие и также не нажата кнопочка внутренней двери блин опять или то встал весь нот и нажата кнопочка внутренней двери в этом случае у нас открывается внешняя дверь вот так это у нас откроется шлюз и откачается весь воздух первым делом откачать весь воздух а потом откроется дверь теперь друзья нам нужно найти другой коэффициент так это y немножко перестал схему чтобы было более нагляднее но опять таки практически ничего не поменялось короче чтобы найти y да давайте разделим давление которое у нас есть шлюзи где нос и есть вот прессор x прессор и лог то есть его мы разделим его мы будем делить на давление которое находится нас комнате вот так как у нас комнате всегда практически есть воздух нам в любом случае тут не будет 0 поэтому мы отсюда ничего не будем выводить то есть нам потребуется вот только коэффициент y принципе тут практически будет вся такая же паутина да поэтому давайте вот так чуть подвинем только чуть-чуть наоборот тут мы должны сравнить если у нас нажата кнопка внутренней двери а также нажата кнопка внешней двери и выполнится вот это следующее условие которое y будет меньше 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 вот это коэффициент а 095 где он тут есть вот меньше этого коэффициента то тогда в этом случае у нас включается насос включается насос на закачку воздуха смотрите тут получается у нас x по уменьшению давления рост куда коэффициент насрос а тут если мы делим давление шлюза на давление в жилом помещении у нас все будет наоборот то есть давление падает этот коэффициент это тоже падает соответственно и наоборот если растет давление то это коэффициент растет то есть если получается что да у нас y меньше говоря атмосферное давление вот это коэффициента то и также нажата кнопочка 2 кнопочка 2 это получается внутренне внутренняя кнопочка button in и не нажата button внешняя кнопочка внешне теперь тут нужно потребуется нот где тут можно реально запутаться и в этом случае мы включаем насос на закачку у нас пошла закачка воздуха ну и чтобы у нас дверь то есть принципе надо аналогичные условия только здесь сделать знак больше то есть когда у нас давление поднимется канал к атмосферному то есть если у нас у y больше этого 095 блин уже даже не дотянусь это вот так нажата внешне он нажата внутренняя кнопочка и не нажата внешняя кнопочка в этом случае у нас включается пусть не включается открывается внутренняя дверь в общем получилась такого схема страшненько немножко да ну на лабо все перепишем все будет у нас красиво самое время друзья провести эксперименты так сейчас я проверю чтоб точно холос было все идеально чтобы мы сразу же все протестировали все прошло успешно так это мы делим больше-меньше сначала мы меньше до получается on out это дур x тут нас pump in если меньше если больше то открывается дурин так-то вроде все друзья все вроде как в порядке что же давай теперь все это дело подключим во первых все это дело наше подключить а я уже подключил питанию тт до скоростной когда успел это сделать что вообще не помню ладок и все самое главное что все подключено насосы двери кнопочки и все прочее и так дур x это у нас внешняя дверь уличная до убираемся тут кнопочки назначал это вот внешняя дверь дур in это нас внутренняя дверь вот внутренняя дверь далее pump in это насос на закачку у нас на закачку у нас у как мы разобрались у нас насос вот он да сука ли то есть out это у нас до туда если уплевывает подает прямо в шлюз это нас насос на закачку соответственно вот этот насос у нас на откачку boot x эта кнопка на двери внешней весь вот она и кнопка на двери внутренней под датчиком внешнее давление у нас тут барометр находится в давление в шлюзе у нас барометр находится вот он и внутри жилого помещения барометр нас находится вот от принципе все подчать больше нечего давайте сейчас затестим это безобразие посмотрим как это тут работает значит сейчас смотрите у нас получил получается раз у нас внешнее давление рано идинички то получается должен сразу же открыт эту дверь так и получилось но сразу же зашли сюда загрел со свет соответственно соответственно а вот а дверь не откроется пока вот это да не закроется да это такая защита мне стоит 100 данном случае и тут тоже самое пока у нас открыто Вот эта дверь, вот эта у нас не откроется То есть это как бы защита Чтобы мы не открыли В тот момент, когда у нас будет прожим вакуум Вот, закрываем здесь, открываем здесь Пока что все работает, все нормально Сейчас это безобразие Все сейчас подключу И единственное еще, подключу, сохраню Единственное, что подключу еще два вот этих мониторчика Которые будут показывать, какое у нас давление внутри И прогресс бар Это который будет показывать, насколько у нас заполняется Воздухом вот это помещение Итак, друзья, перемещаемся на луну И давайте производить тесты Вот, мы подходим, у нас загорается лампочка Смотрите, раз у нас там сейчас есть воздух То есть при нажатии вот этой кнопочки Должна происходить откачка этого воздуха Как только он весь откачается У нас откроется вот эта внешняя дверь Все, насосы заработали Можно даже пойти Посмотреть какой, блин Без фонарика, конечно, нет Этот у нас выключен Это у нас как раз таки на закачку Вот сейчас он весь воздух у нас откачает Ой, на откачку Как только откачает, у нас дверь-то должна открыться Надеюсь, я все сделал правильно Ну что ж, ждем Да, в принципе, долго не пошло ждать Сделал, чтобы у нас вот эти дисплейчики Которые показывают давление внутри И прогресс бар давления Включались автоматически То есть при Ну, только тогда, когда мы зайдем в шлюз Заходим сюда Загорается свет И показываем, что у нас давление тут 0 Вот показано 0 кП И шкала, соответственно, тоже Вот Если мы захотим попасть в жилую Жилое помещение И у нас тут дверь открыта У нас есть защита То есть мы нажимаем У нас Ничего не происходит Максимум, что тут Только закрылась дверь Вот Теперь Мы хотим попасть внутрь Давайте вот дверь эту закроем И нажимаем вот эту кнопочку Все Быстренько накачалось Давление Потому что Да, в баке там По давлениям огромным Все находилось Вот Заходим сюда Вот внутреннее помещение Где мы можем свободно дышать Где тут барометр Так, что барометр Вот, нужен датчик Который показывает Какое у нас текущее давление Так что все нормально Теперь мы хотим отсюда выйти То же самое Если мы по ошибке нажали эту кнопку У нас она не откроется Эта дверь То есть никакой откачки не произойдет Вот Все то же самое Закрываем И теперь откачиваем воздух Даже индикацию добавил Вот моргающийся Моргающий круг Короче Ждем полной откачки И у нас откроется вот эта дверь То есть вроде как Да, я все правильно сделал Так что Слава богу А то бывает Я как всегда Да, если можем Можем даже остановить шлюз Поэтому Можем остановить И заново Потом закачивать То есть Тут все это Все это короче работает Да, единственное Что да У меня есть верхние пороги Это 0.95 И 0.05 Можно их уменьшить А можно ставить такие как есть Дело в том Что мы с этими порогами Немножко Совсем чуть-чуть Теряем Кислород Но это Количество Настолько Маленькое Что по сути Я бы вообще Забил бы на это дело Мне кажется Что это хватит На 100 миллионов циклов И при этом У нас воздух Может быть Если уменьшится То на несколько Там процентов Грубо говоря Собственно Все Закрываем И пошли Заниматься Своими делами Сейчас давайте Быстренько Перепишем Этот кодик На луа Потому что В логике Это страшная Паутина Получилась В луа Намного Все проще И красивее Выходит Итак Возвращаемся К своей постройке Возвращаемся К этому Кто Кстати Не хочет На луа Это все Переделать Можете оставить Контроллер Как и есть Я все равно И тот И этот Короче Контроллер Я выложу В стим Вот Это просто Бывают опросы Как же все таки На луа Я и так Подсказываю Как могу Как писать Луа Это в принципе Ничего сложного Особо нету Это на первый взгляд Кажется Все тяжело Но есть конечно Тяжелые моменты Которых разобраться Трудно Но тогда уже Помощь идут Друзья Либо в дискорде Кто ему тоже подскажет Либо тигр Как всегда Вот Ну в принципе Что ж Давайте начинаем То есть Все что тут Нам нужно Для данных Все оставляем А все остальное В принципе Потом будем Ударять Что ж Добавляем сюда Луа Скрип Вот Вот так вот Первое Что мы Это принимаем Это получается Передать В луа Это записать Мы получается Три 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 Короче Цифровых сигналов Это у нас идет Мы отправляем Это давление И И так же Два Сигнала Он Оф Записываем Это Это кнопка На внешней двери И внутренней Давайте Сразу же Их найдем Здесь Ладно Давайте Раз уже Начали С давления То давайте С давлением И закончим Где-то Сраное Давление Давайте Первый У нас Будет Это Давление Внешнее Это у нас Будет Первый Канал Так Это вот У нас Прессор Экста Внешнее Давление Можно Переместить Дальше Второй Канал У нас Будет Давление Шлюза И Третий Канал Это у нас Будет Давление В комнате Живом Помещении Дальше Дальше У нас Пойдут Кнопочки Кнопочка Это Получается Первая Там Будет У нас Внешняя Уличная Кнопочка На двери И Бутон Ин Это Внутренняя Кнопочка На двери Все Короче Теперь Что мы делаем Мы эту гадостью Вот так Оп Удаляем И вот Что у нас Остается Блин Даже Луа удалил Серьезно Твою мать Не хотел Ладно Дубль 2 Вот Все готово Теперь С композитными Сигналами Что мы тут делаем Мы вот это Отправляем сюда А это В луа И из луа Получается Что у нас Остается Это Это Вот Это Вот Короче Насос Насос Давайте Попрятку Что все Сделаем Pump Pump In Pump Out Давайте Дверь Внутренняя И Дверь Наружнее То есть Тут Получается Мы считываем Из луа Это Получается Все у нас Сигналы On Off Раз Два Три Все это Объединяем Не забываем Только Каналы Поменять Один Два И запомнить Их Которым Будем На выходе Подавать Четыре Все И переходим В луа Так вот Это Драв Я Стираем Потому Что Нам Не Не Понадобится Да Вначале Мы Напишем Сразу Переменные 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 То есть Не переменные А Константы То есть У нас Был порог Нижний Получается Миним Дата 0.05 И Максимальный Это 0.95 Перемен Так Икс Игри Которые Мы Будем Задавать Получать Это Получается По нулям У нас Будет Значит Данные Какие Мы Получаем Это Прессор Давление Внешнее PE Прессор Экст Это Get Number 1 Удаляем Давление В шлюзе Прессор Airlock Давление В комнате Прессор Room Каналы Мы Как Помню Там 123 У нас По порядку Шли Так Это У нас Пока Не нужно Дальше Кнопочки Button 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 Это Получается Первое Это Внешне Будет Кнопочка Будет Там X Ладно Input Это У нас Bull Первый Канал И Кнопочка Внутренняя Копируем Вставляем Под вторым Каналом Number Это У нас Числовые Сигналы А Bull Это True False Сигнал То есть Он Off Так Что-то Тут Как-то Неровненько Потому что На одну Боку Ниже Да Все Дальше У нас Пошли Расчеты То есть Чтобы Мы Как Мы Получали X Мы Вот Этот Коэффициент Давай Сейчас Напишем То есть X Как Мы Получали Коэффициент Ниже Порог Минимально Плюсовали С внешним Давлением Pressure Ext Далее Мы Это Безобразие Делили На Давление В Шлюзе Pressure Airlock PA Вот Все Y Как Мы Получали Мы Просто Брали Внешне Ой Не Внешне Давление В шлюзе PA И Делили Его На Давление В комнате PR Все XY Мы Нашли Единственное Что нужно Тут Будет Учесть Что Если У нас Делится На 0 Коэффициент X Сравен 0 То Надо Будет Прописать Чтобы Он Нравил Был Единички Если У X Равен 0 Тогда X Равен Единички Все И Тут Самое Осталось Осталось Описать Вот Эти Все Условия Первое Условие У нас Продолжен На Включение Насоса Откачки Если X Меньше Max Это 0 95 Меньше Максимума И Нажата Кнопочка Бутан X И Не нажата Кнопочка Внутренняя Тогда Pump Out Равно True То есть Насос На Закачку На закачку На откачку Включается Иначе Pump Out False То есть Когда Все Это Условие Выполнится То есть То есть Наоборот Не Выполнится У нас Выключается Насос End Теперь Давайте Сейчас Снизу Сразу Продолжим Это У нас Out Put То есть То что Будем Вводить Слова Out Put Get Bull Get Asset Bull Точнее Set Set Bull Это Получается Первый У нас Первый У нас Был Pump In Pump Точнее Ну да Pump In Сразу Так Скопируем Повставляем Чтобы Не Мучиться 2 3 4 Дальше У нас Pump Out Это Мы Выводим Еще раз Напоминаю Дверь Внешняя И Дверь Наружняя Dur X Так Какая-то Ошибка Где-то Что-то Забыл 17 Ром Мир Что-то Где-то Я 17 40 А Вот Так Вот Точно Все Ошибок Нет То есть Смотри Проверяем Главное Вот эти Все Каналы Что Мы Вот Это Мы Получаем Данные А Это Мы Уже Данные То есть 1 2 3 4 1 Это У нас Откачки Закачки То есть Закачки Откачки Внутрия Дверь И Внешняя Дверь По сути Тут У нас Будет Повторение Только Просто Что Некоторые Надписи Просто Поменяется То есть Это Копируем Вставляем Теперь Если У нас X Больше Максимума И Также Нажата Внешняя Кнопочка И Нажата Внутри То Тогда У нас Дур X Получается Не это Открывается Иначе Она Будет Закрыта Вот Ну по сути То же самое С Y Все Прописал Под Y То же самое Только Видите У нас Тут Нажата Внешняя Кнопочка И не Нажата Внутренняя В случае Y Наоборот Нажата Внутренняя И не Нажата Внешняя И соответственно Какие условия Уполняются Все Проверяем На Ошибки В принципе Все Можно Запускать Короче Вот так Преобразилась Друзья У нас Схема И соответственно Я вложу Ту схему И эту То есть Обычную Контроллер И обычную Вот Такую На Угла Обновляем Сейчас Давайте Быстренько Запустим Проверим Что все У нас Нормально Все Работает Даже Вначале Так Ну Открыться Это уже Радует Давление Есть Закрываем Защита Работает Работает Все Работает Ну что ж Теперь Друзья Отправляемся На Луну Итак Волшебным Образом Мы Добрались До Луны Можем Собственно Входить На Шлюз Проверим Чтобы Все Работало Нажали Кнопочку Ждем Пока Насосик У нас Все Откачает И тогда У нас Дверь Нужна Открыться А пока Что Она Не Открылась Я Наблюдаю За Своей Косячи Которые Тут Недокрашенные Стопки Всякие Вот Ну Это В принципе Мелочи Но Все Неприятно Итак Насос Пока Что Работает Я слышу Да Звуки Вакуум Присутствуют У нас Заходим Давление Ноль Защита Вжим Боряли Срабатывает Все Пошла Закачка И Зашли Сюда Свет Работает Все Замечательно И Откачаем Все Друзья Работает Скрипт И тот И тот Рабочий То есть Полностью Все Слава богу С первого У меня Получилось Написать А то Бывают Косяки Я знаю Где-то Галочку Забыл Поставить Где-то Нолик С единичкой Перепутал Ну Бывает Короче Друзья Можно В принципе Пользоваться Теперь Создавать Базы На луне В дальнейшем В выживании Когда уже будем играть Мы Пролетим На эту базу Соответственно База у нас будет Расти Строить базы И в космосе Орбиты Короче Грубо говоря Вот одна шлюзовая комната Ну а база Дальше у нас будет Расширяться Расти Короче Там много будет Жилых помещений На этом друзья Все Надеюсь Был полезен Этот гайд Ну я побежал Заниматься дальше Всем спасибо За просмотр И до скорых встреч Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok